ребята всем привет всем доброго времени суток у меня сейчас утро 8 23 где трамп он пошел на пробежку в парк за него я павлик тюбетейкин как вы как настроение ячейок вот такой прям зеленый в отличие от узбекского зеленого в отличие от узбекского зеленого который там на 95 вот от листовой в пачках продается ты заваришь мне все равно желтый цвет окажите знак ну вот прям зеленый зеленый ну или мачу когда пьешь не мачу а мачу тоже такого там ярко выраженного зеленого цвета о чем я хочу поговорить в этом видео скорее всего о том что где бы я ни был например в жира в узбекистане да там живя в москве в россии в штатах я все равно есть такое чувство за фильм хороший есть свой среди чужих чужой среди своих у меня всегда было такое ну как бы подсознательное ощущение этого как ты не находил себя вроде как найти он на который пытается пробиться через какое-то вот гнет общество до в котором ты живешь ты вот все пытаешься на тени дают от тебя там хотя там семья у тебя еще что-то короче те что-то мешает там не знаю ташкенте одно там ты понимаешь вновь есть же есть же моя стая есть же мои адекватные люди там да вот это все и вот не знаю у меня по сей момент даже после развода такое ощущение что я до этого все время как бы варился не в своем бульоне я не знаю почему у меня такое чувство ничего не могу с этим поделать но все она есть куда мне его девать то блин это же я правильно вот и вопрос такой кто я да вот хотел бы задать человек который родился в узбекистане а человек который по национальности себя считает русским ну вот я сказал слово национальность да потому что на школе спрашивали кто ты по национальности в паспорте в узбекском графа было mail объем на ты национальность на вот это все рус да там и корейс или татар на там или узбек да вот национальность она оставилась Здесь все-таки, переехав в Штаты, я не помню, в российском паспорте, по-моему, нет национальности. Надо проверить загранники. По-моему, и во внутреннем паспорте нет национальности, и в заграннике тоже нет национальности. В принципе, это прикольно, мне нравится. Приехав сюда в Штаты, ты, когда, ну, какие-нибудь социальные опросники, где заполняешь какую-то медицинскую анкету, то ты всегда указываешь свою этническую, этнос свой, да. И вот что меня прикололо, что, как бы, классически правильно говорить, сейчас, конечно, не буду себя ставить как истинно в первой инстанции, но все-таки этнос, когда, ну, европеец, да, европеоид, скажем так, здесь местами пишется Caucasian, то есть кавказец, да, считается, что вот с гор Кавказа пошел европейский этнос. Вообще круто, мне так нравится, и живя в Москве, у меня очень много было хороших, адекватных друзей дагестанцев-стоматологов, ну, вот, чему я искренне благодарен, всем моим друзьям привет. Алишка Джалал, всем братский салам. И всех Джалал Акя называл Алякя, прикольно было. Ну, так вот, живя в школу, ну, выходя в школу узбекскую, да, вот это уже вопрос национальности, он, как бы, тебя, тебе надо было сказать, что ты по национальности, а зачем это говорить? Вообще, какой в этом смысл? Я не понимаю, да, вот просто не понимаю, зачем. И в одном из моих комментариев там, ну, вот, кто-то написал, типа, узкий, говори узбекский, а не узбекский. Так я же не пишу, я говорю узбекский, потому что так проще говорить, да, как любое другое слово скрадывается, потому что оно так говорится. Если вы хотите мне комментарий написать, пишите, от этого мои, конечно, видео будут более популярны еще. Welcome, пожалуйста. Но тут еще другой момент. Когда я год назад был в Киргизии, да, я объясню, почему в Киргизии, а не в Кыргызстане, да, я там запилил пару видосов на тему Иссыкуля, там, да, путешествия вокруг, вот этот мой любимый пансионат, может, сейчас, я чуть-чуть павлю, мой любимый пансионат, куда с родителями я делал золотые пески, да, вот, и как-то понравилось, да, ну, многим заходят комментарии нормальные, но, опять же, находятся неадекватные, которые мне хотят доказать, что, эй, говори, не Киргизия, а Кыргызстан, у них прям пукан бомбит от этого, что я говорю, не говорю Кыргызстан, я говорю Киргизия, так хочется сказать. Ребят, меня с детства в школе советской так научили, как меня научили, я так и буду говорить. Я для вас буду вот этим бараном, да, пускай, но меня так научили, это как в брате, да, когда меня научили, что в Африке живут негры, они действительно там живут, да, и поэтому Кыргызстан для меня Киргизия, и я не знаю, получится у меня переделать самого себя на то, чтобы говорить слово Кыргызстан. Ну, это сложно, вот просто выговорить это, Кыргызстан, извините, как-то для меня созвучно и просто дружески удобно, да, не знаю, как это сказать, там, можете, опять же, бомбить говорить слово Киргизия. Кто хочет, говорите Кыргызстан. Я же не пытаюсь быть истинной в первой инстанции, это мой внутренний мир. Вы что, хотите меня поменять, что ли? Попробуйте, попробуйте, посмотрим, как у вас получится. Да, ну вот и уже, ну, когда я ходил в школу, да, у нас вот вопрос по национальности, он все-таки был, я не помню где, но как-то это надо было указывать, еще кто-то говорить, вот, ярким, ярким примером такого национального самосознания в 90-е у меня был мой одноклассник Арсен Абдулаев, вот, я помню так, мы с ним даже чуть-чуть один разочек подрались, было прикольно. Так вот, когда у Арсена спрашивали, Арсен, ты кто по национальности? Он, если сидел, он просто вставал, поднимался и в грудь себя начинал бить кулаком. Я крымский татарин, вот это, знаете, вот это вот такое национальное самосознание, да, вот. Ой, блин, а мне что, надо было тоже вставать, я русский-узбек или узбекский-русский, да, там. Смешно, конечно. Вот. Ну и пожив в Москву, ну, ну, уже, ну, как бы, извиняюсь, что я не очень правильно фразу строю, но все-таки стрясняк уже третий год длится после развода, да, и вообще как-то... Ну и переехал в Москву, меня начинают, начали называть Павлик-узбек. Ну, в принципе, блин, мне, конечно, было неприятно, но потом привык и нормально, пусть я буду Павлик-узбеком, чего из такого, ничего из такого нет. Для меня даже уже какое-то здесь национальное самосознание начало возникать, как, я Павлик-узбек, типа, да, вот. И дальше мы переезжаем в Штаты, и я смотрю, действительно, ну, как бы, Россия, что это такое, да, там, ну, грубо говоря, русские и этносы со Средней Азии и Кавказцы, больше никого нет, по факту. Там белорусы, украинцы. Ну, реально, вот она вся Россия. Ну, татары там есть. Однажды я увидел корейцы там, прикольно было. Как-то заказываю грузовое такси, Hyundai Porter. Он везет меня, я такой, ты откуда? Думаю, наш Сергей Лиский. И он говорит, я с Владивостока, я такой, действительно, понимаю, что корейцы жили во Владивостоке, в том числе. Они этнические корейцы, они же там жили. Ну, и что, дальше мы переезжаем в Штаты, и я понимаю, насколько мир действительно многогранен, и, ну, вот сколько наций, да, здесь. И, я не знаю, достаточно просто, вот, если хотите, если вы живете в каком-то районе, не знаю, относительно благополучно, можете в район заехать, где негры живут, и вы поймете, насколько там живут всякие латиносы и еще что-то. Ну, такого опыта никому не желаю. Можете в Лос-Анджелес приехать, и офигеть, насколько там, да, все вот, тоже как-то все. Ну, люди бедствуют, и очень много бедствующих людей среди разных, ну, этносов. Вот, но первым моим таким откровением это был аэропорт, JFK, Kennedy. Да, когда ты заходишь и понимаешь, блин, а насколько наша планета Земля многонациональна и многолика. Сколько этносов, сколько людей, сколько приезжают в Америку. Какие-то вот такие латиносы, такие, как голова одна ходит, там, еще какие-то. Какие-то афроамериканцы, которые ходят, там, не знаю, там, очень стройные такие, длинные. Ну, вообще, блин, думаешь, ну, ё-моё, блин, вот, насколько наша Земля, насколько наш Творец, да, там, постарался и попрекалывался над всеми нами там. Ничего тут не скажешь. Ну, вот, когда я начал свои видосики пилить на Ютубе, да, я начинаю задаваться вопросом, а кто я на самом деле? Русский узбек или узбекский русский, там, да, вот, и не понимаю, ну, блин. Ну, есть, правильнее всего говорить не национальность, ты кто по национальности, моё мнение, да, а говорить, какого ты этноса, да, и это, я думаю, будет очень правильно и не не нести никакую обиду. Когда русскому в Узбекистане говорят, что он русский, ну, блин, не знаю, тут и гордость, и какое-то недопонимание. Или когда узбеку говорят, что он узбек, там, ну, хотите, говорите. Я вот, опять же, поездив по всему миру, и кто там в грудь себя в комментариях бьёт, что узбеки такие, русские такие, я просто советую вам высунуть свою задницу с того сносиженного места, где вы живёте, и начать путешествовать по всему миру. Надеюсь, у вас мировоззрение поменяется искренне. Просто начните путешествовать по всем странам мира, и вы поймёте. И, ну, банально, всё, что вы сейчас, вот этот комментатор Дурманон, да, который пишет, у него просто гордыня прёт. Ну, его, видимо, ещё не вылечили. Время придёт, и тебя вылечат, как в том фильме. Иван Васильевич меняет профессию, не ссы, всё будет хорошо. Вот. Опять же, вопрос про... Вот, птички тут на поле бегают, красота. Вопрос про национальность. Когда у тебя спрашивают, какой ты национальности, я считаю, что это косвенным проявлением фашизма или нацизма, да? Потому что ты косвенно хочешь задать вопрос, кто ты, как бы докопаться, понять, а, вот вы там русские, вы сделали там плохо такой-то такой-то нации, например. От вас много негатива в плане репрессий там, например, да, и ещё чего-то. Или вы узбеки, вы вот такие-то там, да? Или вы украинцы, вы такие-то там, да? Или вы кавказцы, вы такие-то. Ну, опять же, в любой, в любом этносе есть хорошие и нехорошие люди, то есть неадекватные, да, как я их называю. Нету плохого и хорошего. Люди для чего-то должны быть. И опять же, тот, этот дурманон, да, он такой вот страж на воротах узбекского, не знаю, на воротах защиты узбекской, узбекской, как бы такой, самодостаточности, что ли, я не знаю. Узбекской самостийности, ну, узбекской гордости, да, за то, что вот они узбеки там. Но опять же, я ещё раз говорю, тот, кто себя прёт в грудь там, это не имеет отношения сейчас к моим комментаторам, но всё-таки, да, что он там узбек, да, что кто-то кому-то что-то дал. Это неблагодарное занятие, говорить, что кто-то кому-то что-то дал. Надо быть благодарным за тот жизненный опыт, который вы получили. И даже тому временному периоду, в котором вы родились. Да, если вот, да, я понял, что я родился в Союзе. Да, там было много чего плохого, было много чего и хорошего. Блин, у меня просто благодарность этому. Реально было. Да, не было джинс каких-то, не было хороших машин, не было какой-то вкусной еды. Ну, блин, всё было натурально, люди сами готовили еду, женщины были настолько адекватными, да, в то время сейчас смотришь, как они одевались сейчас и как женщины отвязно одеваются сейчас. Смотришь и вообще офигеваешь вот на то. Тоже как-то Инстаграм испортил женское население. Ничего с этим не поделать. Ну и приехал в Ташкент тоже, видишь, это моё, я видел своими глазами, когда девушка в хиджабе, да, там ещё, она просто ходит, курит электронные сигареты. Ну, блин, как-то. Раньше я не видел курящих женщин в Ташкенте, для меня было необычным увидеть, ну, как бы обычным явлением увидеть курящую женщину в Москве. Раньше женщины как-то стеснялись в Узбекистане курить, они всё там где-нибудь в прихожке образно, да, там были в курилке. Вот. Ну, я увидел это и ужаснулся. Приехал в Россию и увидел наоборот такое количество курящих женщин по сравнению с курящими мужчинами. Думаю, блин. Я как раз бросил на тот момент, у меня произошло такое сознание, что я курить не хочу. Зачем мне это надо? Вот. Что я ещё не сказал? Да, и каким бы ты ни хотел быть, не знаю, там, добрым, адекватным или ещё что-то такое. Есть хорошая поговорка, не знаю, сейчас я просто хочу смысл до всех людей донести. Пока там добро и адекватность одевает ботинки и завязывает шнурки, зло, ненависть, там, да, оно может, не знаю, три раза облететь всю планету Земля. Вот что происходит в реальной жизни. Кому не интересно слушать какое-то доброе, адекватное мышление, всем хочется продвигать зло. Конечно, ты на своём взгляд, ты можешь заработать какие-то временные бенефиты, да, ты можешь распиарить свой канал там в Ютубе, да, поднимая темы национальные, особенно сейчас. Мы все видим прекрасно, что происходит между русскими и украинцами, да, тут можно очень хорошо подняться, да, первая и третья тема, но, с другой стороны, тебя могут и закрыть. Вот. Ну и видя всё это, я решил, как бы, и свой опыт, да, в плане жизни в Узбекистане как-то его рассказать. Вот такие дела, конечно, куча ещё других мыслей, которые можно на эту тему, но интересно всё-таки вот вопросы я себе сам задаю. Кто я? Я Узбек? Я русский? Или, может, еврей? Кто его знает? Это очень интересный факт. Может, пойти сдать тест на генетику, и тогда всё понятно будет. Может быть, и сдам со временем. Надеюсь, я донёс какое-то адекватное зерно до вас, да, было понятным. Пойду сделаю себе какой-нибудь вкусный завтрак, и жизнь будет прекрасна. Несмотря на что, чтобы... Несмотря на всё, что происходит на земном шарике. А жизнь сама по себе хороша. Достаточно просто куда-то уехать. Не имеет значения, куда. Я вот в Мексике был когда-то, в городе Пуэбло. Блин, такое классное место. Мне он так понравился. Я вкуснее манго в жизни ел. Там получилось так, что мексиканцы выходят на улицы и стоят по выходным, там создаётся стихийный базар. Рынок такой, да, выходного дня. Я купил манго пару килограмм. И вот это как узбекский персик. Ты его несёшь, да, ты его режешь. А вот этот сок, да, вот этот нектар от манго, он тебе весь по рукам стекается. Такой... Его хочешь весь съесть. Вот. Адекватности всем нам. Добра, позитива. Ну, а если кто-то хочет быть злым и доказывать кому-то, ваше право, можете оставаться таким. Как-то так. С вами был Павлик Узбек. На связи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok